Праздник иконы Божией Матери Боголюбская отметили в одноименном женском монастыре села Сарсы-Вторые. Уральская обитель в честь Боголюбской иконы Пресвятой Богородицы была основана в 1896 году по благословению святителя Феофана Затворника Вышинского. В годы большевистских гонений монастырь был уничтожен. После многолетнего запустения Первая Божественная Литургия была совершена здесь 15 лет назад. Девять лет назад в селе Сарсы-Вторые возобновила свое служение женская обитель в честь Боголюбской иконы Божией Матери. Через год монашеская община получила статус монастыря. Изначально же ипархиальный женский скит здесь был основан в 1896 году с миссионерской целью приобщения местного населения к православию. В лесной глуши, вдали от суетного мира, подвижники строили скиты, чтобы жить плодами своего труда, вознося Богу непрестанную молитву. Чувство радости и сердечной любви, пожалуйста, сохраните не только в этот день, но и растяните его побольше, подольше. Без этого никак нам не быть. Традиционно праздничное богослужение совершалось под открытым небом. На престольный праздник в святую обитель прибыли многочисленные паломники из разных уголков Урала. Причастие в этот день совершалось из шести чаш. Архипастер передал в дар монастырской общине икону святого семейства и вручил награду особо потрудившимся на благо церкви. Сегодня все вы, дорогие, избрали благую часть. Можно было в субботу постаться, ну, у каждого есть где остаться. Отдохнуть, полежать, сходить в гости, поговорить. Вы отложили это попечение Марфина и подобно Марии прибыли сюда, чтобы здесь под солнцем побыть с Господом. Я верю и не сомневаюсь, что милость тебе Господь каждому и каждый воздаст то, что полезно, то, что просили и что не вредно нам дать. А что мы просили? Мира просили. По завершении литургии был совершен крестный ход с престольной иконой обители. Молитвенное шествие проследовало до часовни у святого источника, расположенного на горе. После крестного хода владыка поздравила матушку-игуменью, сестер и прихожан боголюбской обители с престольным праздником. Дорогие, покайтесь, живите по-божески и будет нам всем обетованное небесное царство Таровно. С праздником, по милости Матери Божией, пусть Господь хранит всех вас. Продолжение следует...